Уважаемый Азор Ахмедович, ведомство, которое вы возглавляете, решает очень важную задачу. Это контроль за качеством образования. В своем послании к Федеральному собранию президент сказал о том, что нам необходимо снизить излишнюю нагрузку на наших учеников, и особенно это касается школ, она должна быть разумной, сбалансированной. И, с другой стороны, необходимо при совершенствовании ЕГЭ проработать возможность пересдать один из экзаменов до окончания приемной кампании в ВУЗы. Это очень важно, потому что ребята зачастую волнуются, но все бывает в жизни, и вот такое право на ошибку для детей, конечно, очень важно. Знаю, что вы сейчас занимаетесь всеми механизмами, которые необходимо было проработать, чтобы это было реализовано. Учебный год заканчивается, единый государственный экзамен сегодня на носу у ребят. И, конечно, этот вопрос интересует всех, и ребят, учеников, и их родителей. Пожалуйста, расскажите о том, как с этим обстоят дела. Михаил Владимирович, не успела завершиться прямая трансляция. Президенты, когда он это объявил, все горячие линии Рособорнадзора взорвались от вопросов наших выпускников. Смогут ли они воспользоваться этим нововведением в этом году? Вы, выступая в парламенте, уже озвучили даты 4-5 июля, дали нам поручение. Хочу доложить, что все вопросы, связанные с пересдачей, с возможностью пересдать один из предметов, проведены. Мы обсудили это все с регионами, обсудили с двумя министерствами. В этом году ребята воспользуются этой возможностью, и вузы смогут учесть этот результат. То есть, в полной мере поручение президента в этом году будет исполнено. Да, это очень важно, чтобы все технически и организационно было готово. Мы уже по поручению президента приняли целый ряд решений по снижению бюрократических элементов нагрузки на учителей. Вы помните, мы говорили с вами подробно о том, что очень большое количество отчетных документов, которые обязаны заполнять учителя, они мешают, не оставляют время для работы с детьми, для качественной, в том числе, проверки домашних заданий. Все это было предметом кропотливого изучения Рособранадзора. Я знаю, что вы лично занимались этим вопросом. И вот такое поручение разгрузить преподавателей излишней нагрузки, оно должно быть реализовано на всех уровнях, от детских садиков до, соответственно, высших учебных заведений. Как идет работа в этом направлении и как проходит эксперимент в 24 учебных заведениях, образовательных организациях? Я знаю, что в шести регионах России вы проводили эксперимент. Расскажите, пожалуйста, подробнее. Михаил Владимирович, для вас, как и для нас, конечно, наиболее важным был этот вопрос. И вы лично мне поручили, чтобы на базе Рособранадзора была такая рабочая группа создана, два министра, соцпредседатели. И когда мы начали работу в виде эксперимента с организациями, там шесть субъектов тоже включились в эту работу, и мы увидели такой огромный пласт проблем, но взялись за работу. Хочу похвалить эти субъекты, в том числе и все образовательные организации. Они работали достаточно активно. Основными нашими экспертами были, конечно, преподаватели. Мы не брали уровень федеральных начальников или директоров образовательных организаций. Мнение у нас было от учителей, воспитателей детских садов, профессорского преподавательского состава высших учебных заведений. Первый этап нами пройден. Сейчас в Государственную Думу рабочая группа передала поправки. Весеннюю сессию будут приняты эти поправки. У нас нет никаких сомнений, что это будет сделано, потому что все согласования на всех инстанциях и рабочая группа по гильотине тоже поддержали эти поправки. В чем суть этих поправок? Два министерства наделяются полномочиями формировать перечни для оставшихся категорий. Это для воспитателей, это для преподавателей техникумов в колледже и для профессорского преподавательского состава высших учебных заведений. Мы в ходе эксперимента увидели, что кроме учителей у нас сильно загружена административная часть образовательных организаций. Туда всыпется очень большое количество запросов. И в этих поправках мы оговорили, что организации обязаны отвечать только на те запросы, которые у нас значатся в федеральном законе. В ходе эксперимента мы увидели очень серьезную проблему, связанную с большим количеством мониторингов, которые есть в системе образования. И эти мониторинги не только три ведомства, наши и два министерства проводят. Часто эти мониторинги проводят и другие организации. После мониторингов, как правило, результаты надо заносить в огромное количество информационных систем. Я ровно вам об этом и говорил, потому что это на самом деле проблема, о которой знают все учителя. Будем работать над сокращением количества информационных систем, дублирования информации в этих информационных системах и сокращением количества мониторингов. После того, как эту часть мы расчистим, мы можем уверенно и точно сказать, что работа в этом направлении полностью закончена. К сентябрю надо сделать все, чтобы мы до конца, в буквальном смысле слова, лета и перед началом нового учебного года, все вопросы, связанные с нормативной базой, решили. Это касается и поручения по снижению административной нагрузки. Президент об этом в послании говорил подробно. Мне кажется, что здесь необходимо все усилия предпринять. Прошу строго следить за тем, чтобы по всем поручениям послания были реализованы все необходимые условия. И самое главное, по ЕГЭ, по пересдаче, чтобы для детей это было удобно и комфортно. Будет исполнено. Также вы знаете о том, что глава государства дал соответствующее поручение включить все образовательные учреждения новых наших регионов в единую систему образования страны. И здесь хочу спросить, как обстоят дела с их лицензированием, аккредитацией. Я знаю, что вы этим занимаетесь. Это для нас самое приоритетное направление. Мы с ними работаем в режиме 24 на 7. За период 2023 года все образовательные организации всех уровней, от детских садов до университетов и институтов, получили временную лицензию, получили временную аккредитацию. Около 96 тысяч документов об образовании загружены в нашу федеральную информационную систему. В этом году субъекты впервые получили субсидию федерального центра, и они теперь полноценно могут развернуть работу отделов переданных полномочий. Это наши маленькие розоварнадзоры, представительства в регионах. С лета этого года мы приступаем к обучению всех сотрудников, которые они набирают. Еще один интересный момент, связанный с этими субъектами. У них есть преференция в сдаче, у выпускников сдачи единого государственного экзамена. Понятно, что дети учились по другим стандартам. То есть они могут сдавать единый государственный экзамен, а могут не сдавать его, сдавать в форме выпускного экзамена в школе. За год ЛНР и ДНР, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, увеличила количество пунктов проведения экзамена в два раза. В обоих случаях количество выпускников, которых все-таки хотят сдавать экзамен в форме ЕГЭ, увеличивается. В прошлом году в Херсонской области не было у нас ни одного пункта. Но в целях безопасности ребята в Крыму, кто хотел, заявил, сдавали. В этом году появляется один пункт в Херсонской области впервые. И в Запорожской области один пункт тоже с коллегами. Работаем, обучаем специалистов. Наши подведомственные учреждения, которые отвечают за проведение ЕГЭ все время, круглые сутки помогают и сопровождают наших коллег. Спасибо, Анатолий Анатольевич. Задача важнейшая.